Отстранены от командования командующие начальник штаба 3-й армии, то есть это серьезные, по-настоящему серьезные люди. Из-за огромных потерь и отсутствия ожидаемых успехов на фронте в российской армии начинаются чистки, начинают снимать и даже арестовывать высокопоставленных командиров. Несмотря на то, что в Донецкой области российская армия продолжает наступать и демонстрировать успехи на других участках фронта, ее дела вовсе не так радужны. И если события на Покровском участке российская пропаганда интенсивно освещает, то события на других менее успешных участках фронта стараются замалчивать. К примеру, в районе Северска Донецкой области российская армия потерпела полный провал. Не добившись никаких успехов на этом направлении, она при этом понесла огромные потери. И чтобы хоть как-то оправдать эти потери, местные командиры отправляют наверх лживые доклады, в которых указывают, рассказывают о взятии тех или иных населенных пунктов, которые на самом деле российская армия захватить так и не смогла. За это в бригадах, которые воюют на этом направлении, начались чистки и репрессии. Российский телеграм-канал Астра пишет, что из-за высоких потерь на северском направлении был арестован целый комбриг 7-й бригады ЛНР Белоглазов. Также от командования отстранили начальника штаба 3-й армии и комбрига 123-й бригады с позывным «Хаштан». По словам источника Астра, потери в боях за Белогоровку за 10 дней составили 1410 человек, а сначала штурмов на северском направлении более 15 тысяч. То, что в бригаде проходят проверки, рассказали Астра и жены пропавших без вести военнослужащих из воинской части 40463. При этом, по словам источника, беспредел продолжается. В бригаде обнаружили колоссальный некомплект личного состава, и поэтому военная полиция сейчас плотно пропахивает Луганск и близлежащие поселки в поисках самовольно оставивших часть, а у военных забирают автомобильных транспорт. То есть, представляете, они уложили в боях в районе Северска 15 тысяч своих солдат при нулевом результате. То есть, ранее, как известно, Z-блогеры сообщали, что, например, в боях за Авдеевку Россия потеряла около 16 тысяч человек убитыми. Помните, еще там Пригожин рассказывал, что, например, во время взятия Бахмута погибло более 20 тысяч вагнеровцев, но там при этом российская армия получала хотя бы какие-то результаты. То есть, там вот эти десятки тысяч погибших меняли хотя бы на руины вот этих захваченных городов. Можно было что-то показать как победу. Здесь же нет вообще никакого результата. Ну и, соответственно, можно было назвать, конечно, всю эту информацию об аресте высокопоставленных командиров, об увольнениях и чистках какими-то слухами, да, что это все, значит, неправда и какие-то фейки. Но сам факт того, что такие высокопоставленные военные арестованы, говорит о том, что у российской армии реально большие проблемы и командование эти проблемы признает и пытается что-то с ними делать. Аресты высокопоставленных командиров и репрессии в российской армии подтверждает и еще один известный Z-блогер, соратник Игоря Гиркина Михаил Полынков. Тут как гром среди ясного неба. Михаил Полынков в своем телеграм-канале «Солдатская правда» сообщает об аресте комбригов 7-й 123-й бригады, отстранены от командования командующие начальник штаба 3-й армии, то есть это серьезные, по-настоящему серьезные люди попали под раздачу. И таких серьезных людей в российской армии не снимают просто так. Если командование пошло на такие крайние меры, значит в этом действительно есть острая необходимость. Значит потери не просто велики, а запредельно велики. Командующий и начальник штаба 3-й армии, есть понимание, за что конкретно их могли отстранить? Ну конкретно вот за сокрытие потерь. А сокрытие потерь это что такое? Это выплаты, которые должны платить, они прикарманивали или что это? Ну все это взаимосвязано. Те же самые мертвые души, то есть по штату у них полагается столько человек, и столько должны идти в бой. Они докладывают в нашем составе, столько людей, и получается они получают денежные удовольствия, все полагающие льготы для этих людей. А по факту у них там может быть половина от существующего. И вот эти вот на самом деле потери, вот эти отправки в штурмоценных специалистов я вижу именно не только из-за личных каких-то взаимоотношений, а из-за этих ложных докладов. По словам Михаила Полынко, в российской армии господствует не только тотальная ложь, но и тотальная коррупция. Численность бригад повсеместно искусственно завышают, чтобы присваивать себе деньги, выделяемые на содержание российских военных. И, очевидно, количество таких мертвых душ стало уже просто настолько зашкаливать, что российские власти вынуждены были начать чистки и репрессии, и взялись в первую очередь за тех, кто совсем потерял берега и стал воровать по беспределу. Слушай, ну если до половины, да, так вот, возможно до половины командиров привыкли врать в той или иной степени, слушай, ну это прям какой-то шок у меня вызвало, честное слово. З-блогер Павел Иванов говорит, что он шокирован масштабами вранья в российской армии. Но разве может быть иначе в государстве, режим которого сам целиком построен на вранье? Разве может быть иначе на войне, которая началась с вранья изначально? С вранья о том, что Россия не будет нападать на Украину, с вранья о том, что Россия защищает жителей Донбасса, с вранья о том, что будет Киев за три дня, украинская армия не будет сопротивляться. Кстати, это признает и Михаил Полынков, соратник Игоря Гиркина, известный з-блогер. Он тоже прямо говорит, что СВО фактически началась из-за вранья Медведчука, который обещал, что никакого сопротивления не будет и нападение на Украину для Путина станет легкой прогулкой. То же самое СВО началось, я так понимаю, с вранья. Когда посылали на Киев вместе с военными шла Росгвардия, которая была экипирована алюминиевыми щитами. Они предполагали, что сейчас выйдут в Киеве, и некоторые бунтовщики могут выйти на площадь, доставать Росгвардию и щитами отгонь. То есть это все складывалось из ложных докладов, я так понимаю, того же самого кума Путина. Медведчук, потом обмененный на азовцев, которые полетели в Турцию. Это, кстати, отдельный прикол. Человек, который крупно подставил российскую армию, который врал и преуменьшал угрозу от ВСУ, чем сильно подставил российских военных, по сути, под обстрелы. Это привело к большим жертвам. Теперь, по сути, в России наградили. Его не только достали из плена, но и продолжают осыпать, награждать деньгами, которые он тратит на очередной, никому не нужный, бессмысленный политический проект, обреченный на провал. И, как все понимают, это происходит исключительно и только потому, что Медведчук является кумом Путина. Но вот тем, кто кумом Путина не является, приходится не сладко. У них действительно начинаются большие проблемы, потому что российские власти начинают чистки в армии. Российские власти явно недовольны действиями своих военных и, соответственно, начинают наказывать их за провалы. Российские власти понимают, что на самом деле ситуация вовсе не так радужна, как рассказывает их пропаганда. Ну и, соответственно, стараются теперь зачищать и наказывать виновных. Соответственно, начинают привлекать к ответственности тех, кто, по ее мнению, виновен в этих провалах. Да, понятно, что пропаганда рассказывает, что все хорошо, все замечательно. Россия побеждает, Россия идет вперед, на то она и пропаганда. Но когда все замечательно, военных награждают, они выводят в наручниках, не снимают и не подвергают репрессиям. Когда все хорошо, соответственно, нет никакой нужды кого-то арестовывать. То, что российская власть начинает арестовывать и сажать своих собственных военных, говорит только об одном. Что нужно срочно найти крайних, срочно найти виноватых, назначить виновных за провалы, назначить виновных за поражение, которое на самом деле есть. Ну и, в общем-то, этих виновных по этой причине сейчас и ищут. Будем дальше за этим наблюдать. Подписывайтесь на канал, друзья.